Внимание, рыболовы на льду. В Белгороде с появлением минусовых температур спасатели усиливают контроль на реках, прудах и озерах. Выход на лед остается опасным для жизни. Что делается, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций на воде, расскажет Андрей Змеев. Внимание, люди на льду. Внимание, люди на льду. В период ледостава любители зимней рыбалки часто игнорируют запрещающие знаки и проваливаются под лед. В группе риска также дети. Чтобы предвидеть и вовремя предотвратить трагедию, на водных объектах ведется круглосуточный видеоконтроль специальным программным обеспечением. Первое, что сразу срабатывает система оповещения, что внимание, человек на льду. И, конечно же, мы незамедлительно направляем спасателей, скорую помощь, передаем информацию в полицию. Также направляем водно-спасательную службу, потому что все эти службы необходимы, чтобы оказать помощь человеку, который действительно нуждается. На основании принятого закона правительства Белгородской области за выход на лед в запрещенных местах предусмотрен административный штраф. Благодаря этому число нарушений уменьшилось, но полностью ликвидировать проблему пока не удается. В настоящий момент в Белгороде ведется постоянный видеоконтроль приблизительно семи водных объектов. Несмотря на запрещающие знаки, проводимые плановые мероприятия, а также штрафные санкции, белгородцы продолжают выходить на неокрепший лед. С начала зимнего сезона произошло семь подобных происшествий по области. Так, 18 февраля этого года у села Смородина Грайворонского района 60-летний рыбак провалился под лед. Не смог выбраться из воды и утонул. Для предотвращения подобных трагедий ГОЧС Белгорода патрулируют водные объекты в усиленном режиме. «Внимание отдыхающих! Просьба покинуть лед! Даже самые радикально настроенные рыбаки сейчас будут подвергаться штрафу!» Любители зимней рыбалки с неохотой идут на контакт и покидают прикормленное место. На берегу белгородцы продолжают отрицать свою вину и доказывают безопасность такого поведения. «Четыре раза нырял. И все четыре раза нормально выплывал, никаких проблем. Самое главное не бояться. Тонут из-за того, что плюхнулся и человек боится». «Если опасный лед, не заходи туда. Я шесть человек вот тут на этой речке вытащил. Купался. 40-30 лет мне было. А сейчас вот бур. Вот подошел, забурись и смотри». Большинство рыбаков попадают под лед из-за чрезмерной уверенности в своих силах и неумения правильно оценить толщину и прочность льда. «Вот этот лед, про сути весенний, состоит из двух частей. Вот первая часть льда сверху – это застывший снег с водой в перемешку. Он белый, видите, пузырчатый, неоднородный и непрочный. Абсолютно. Вот видите, он крошится как легко. А вот следующий лед, тот основной, который замерз во время ледостава, толщина его очень небезопасна. Всего 5-6 сантиметров. Это в тихом месте. На течение и того меньше». В связи с непрочностью льда и дальнейшим потеплением спасатели требуют воздержаться от выхода на лед на водоемах. Андрей Змеев, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.